Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Фрятко и Анатолий Петрук. И заболевание, о котором пойдет речь сегодня, входит в тройку самых распространенных заболеваний у коров. В некоторых стадах до 90% животных поражены этим заболеванием. При несвоевременном и нерациональном лечении этого заболевания оно хронизируется и ведет к утрате фертильности животных. К развитию метритов ведет большое количество факторов, но непосредственно воспаление в матке вызывает патогенные или условно-патогенные микроорганизмы. Самые распространенные из них – Arcanobacterium pyogenes, колиформные бактерии и грамотрицательные анаэробы, Fusobacterium и Bacterioides, Escherichia coli, Staphylococcus, Mangemia gemelitica, Pasteurella, Protei, Gemophilus somnus, Pseudomonas aerigenosa, Laustridia и Streptococci. Патогены попадают в полость матки при родах, родоспоможении, дистанциях, задержке по следам, разрывах и повреждениях половых органов, антисанитарии и отсутствии у персонала культуры родоспоможения. Но также бактериальная инфекция может развиваться в результате контоминации полости матки патогенами во время полового акта с быком или при проведении искусственного оплодотворения. Давайте я немного поясню, почему это происходит. Когда организм животного в норме, у него работает иммунитет, а также перистальтика матки, вся патогенная микрофлора и условно патогены удаляются из полости матки с помощью механизма защиты матки. Но если наступает какой-то сбой из-за влияния тех или иных факторов на сам иммунитет и в общем на организм, у коровы развивается инфекция с соответствующими клиническими симптомами. Итак, метрит или еще его называют токсический метрит. Что это? Воспаление матки, охватывающей не только слизистый, но и мышечный слой, развивается в первые 10-14 дней после родов. Но первые клинические признаки мы можем наблюдать уже на 4-5 день после родов. Это прежде всего повышение температуры тела. Температура тела повышается выше 39-39,2 градусов. Нередко она достигает 40-41 градусов. Вот почему так важно в первые 10-12 дней после родов ежедневно измерять температуру тела ректально, для того, чтобы не пропустить первые признаки воспаления. Также на этом фоне развивается токсимия и нередко септицимия. Животные теряют вес и обезвожены из-за развивающейся диареи. Они издают резкий зловонный запах, распространяющийся в полутора метра от коровы. И, конечно же, выделение красно-коричневого или серого цвета, смешанные с некротическими и гнилостными тканями. И это еще один важный диагностический признак. То есть, кроме того, что вы измеряете ежедневно температуру тела ректально, вы также оцениваете характер лохи, которые выделяются, которые возле животного, в месте, где оно лежало, или на корени хвоста. А также запах. Оценивайте САП-запах. У здоровой коровы не имеет запаха. От больной коровы всегда разит. Инфекция может распространяться через стенку матки в брюшину, вызывая локальный или общий перитонит. Если не проводить лечение, корова перестает подыматься и постепенно впадает в коматозные состояния, которые заканчиваются смертью. Переболев же метритом, корова теряет молоко. И эти потери могут составлять от 100 до 2000 литров за лактацию. В среднем в США один случай метрита обходится в 83 доллара. Итак, если с иммунитетом и перистальтикой матки у животного все в порядке, а также нет повреждения родовых путей, нет задержания плаценты, даже при условии, если микрофлора попала в полость матки, а это, по некоторым данным, случается в 90% случаев во время родов, организм, задействуя вышеописанный механизм, избавляется от этой инфекции. Но если у нас прошел сбой в организме, влияние тех или иных факторов, того же кетоза, ацидоза рубца, других метаболических заболеваний, гипокальциемии, иммунитет ослабляется, перистальтика ослабляется, развивается серьезное инфекционное заболевание. И, к сожалению, корова очень часто не справляется сама, и нужна наша немедленная помощь, наше медикаментозное вмешательство. Иногда на принятие решения у нас всего несколько часов. Итак, какой же протокол или схему лечения метрита мы рекомендуем, сами используем и проверили на практике. Прежде всего, мы используем антибиотик, чтобы убить патогенную микрофлору, также нестероидные противовоспалительные средства, чтобы снять воспалительный процесс, а также повышенную температуру тела нормализировать. Далее, используем гормональные и утеротонические средства, для того, чтобы стимулировать работу матки, эвакуировать содержимое, в том числе гнильный некортический эксудат и те токсины, которые выделяет патогенная микрофлора, и саму патогенную микрофлору. Далее, гормоны, которые регулируют работу яичников, и, конечно же, симптоматические средства, в зависимости от тех или иных симптомов. То есть, мы обязательно в тяжелых случаях токсических метритов при наявности токсимии, или, как раньше ее называли, сопремии. При наличии, не дай бог, септоцимии, мы используем внутривенные инфузии с комплексными препаратами. При наличии метаболических заболеваний или других сопутствующих заболеваний, соответственно, лечим их. Первое, что нужно сделать, это убить или подавить патогенную микрофору, которая является возбудителем метрита. Для этого мы используем антибиотики внутримышечно, подкожно или непосредственно в полость матки. И не забывайте об определении чувствительности микрофлоры к антибиотикам. Из инъекционных показано использовать препараты Цефтиофура. Инъекцируем Цефтиоклин на протяжении 5 дней в дозе 1 мл на 50 кг массы тела внутримышечно. Не забывайте подогреть флакон к температуре тела и хорошенько взболтать перед тем, как будете набирать препарат в шприц. Каренция на молоко 0 дней. Друзья, один важный момент. Не забывайте, что в процессе хаустенизации наших стад наши коровы стали больше, чем 500 кг. И если вы берете тот же Цефтиоклин и ориентировочно применяете животному, которое имеет 550, 600, а иногда и 700, и даже 750 кг, но при этом вы рассчитываете стандартную дозу на 500 кг, у вас не будет того лечебного эффекта, который вы запланировали. Так, то есть недостаточное количество действующего вещества для того, чтобы антибиотик с кровью попал и подействовал в слизистой матке. Поэтому четко контролируйте вес животного и дозируйте антибиотик соответственно весу животного. Также можно использовать Окситетрациклин, препарат Оксипрол. Препарат вводят глубоко внутримышечно в дозе 10 мл на 100 кг массы тела. Каренция на молоко 6 дней. Но следует отметить, что этот антибиотик не всегда достигает необходимой концентрации для уничтожения Арканобактериум пиогенес в просвете матки. Комплексы сульфаниламида и 3 метаприма. Препарат Бровосептол инъекционный, после того, как вы его развели, вводите в дозе 6-8 мл на 100 кг массы тела, курсом 5 дней. Отметьте, если необходимо, если острый процесс или септоцемия, препарат можно вводить внутривенно или внутриаортально. Из макролидов можно использовать Тилозин. Препарат Тилозин 20% применяют курсом 5 дней, внутримышечно, в дозе 2-5 мл на 100 кг. Каренция на молоко составляет 3 суток. Второе. Нестероидные противовоспалительные средства. Средства для борьбы с лихорадкой и воспалением, такие как мелоксикам, флунексин, кетопрофен, диклофенак и другие, используем наряду с антибиотиками на протяжении 3 дней до нормализации температуры. Применяем препарат Кефен в дозе 3 мл на 100 кг в мышце или мелвет в дозе 10 мл на 100 кг массы тела. Также эти препараты можно применять внутривенно. Третье. Гормональные препараты. Для улучшения сокращения матки и эвакуации эксудата используем окситоцин в дозе 5-6 мл на животные. Также с этой целью применяют утеротонические средства, такие как утеротоник, америдин, прозерин и доцитол. При наличии желтого тела применяют просто гландины. Броэстрофан в дозе 2 мл внутримышечно или динотрон в дозе 5 мл внутримышечно. Но как показывают последние исследования, наличие желтого тела не такое уж частое явление при острых метритах. При необходимости применяют и другие симптоматические средства в виде внутривенных инфузий, используя комплексные или монопрепараты. Используют препараты кальция, так как у многих высокопродуктивных коров возникает его дефицит, от чего развивается задержание последа и гипотония матки. Препарат бровоглюкин корректирует содержание кальция и фосфора, а также магния в крови. Также для внутривенных инфузий применяют глюкозу 40%, кальцияхлорид, глюканат кальция, также изотонический раствор. Не забывайте также о уротропине 40% и комплексных препаратах, таких как метаболазы, суперамино-С, тот же фосбевит, также такие препараты, как бороглюканат кальция, дуфолайт, растворы рингер-локтатный, рингер-лока, реанилон, ну и другие комплексные препараты. Также нельзя забывать, что у коров в первые 14 дней после родов может развиваться кетоз, который напрямую связан с метритом. Эти заболевания провоцируют развитие друг друга и вместе ведут к жировому перерождению печени и смещению сычуга. Применяйте для профилактики кетоза с первых дней лактации нормотел. Это комплекс пропиренгликоля и гепатопротекторов. Также применяйте препарат фосбевит на протяжении 3-5 дней. Друзья, будьте внимательны к вашим новотельным коровам и тогда вы не пропустите первых симптомов опасных заболеваний. Окажите своевременную лечебную помощь и будете иметь здоровых и продуктивных коров. Берегите своих животных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова